ПЕСНЯ 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 И не видимо искушение от лукавого из вами, И не видимо искушение от лукавого из вами, И не видимо искушение от лукавого из вами, Братья и сестры, слава нашему Господу! Как приятно сегодня находиться в Доме Божьем, Понимать, что мы находимся в Доме Того, Который любит нас, Который принял нас такими, как мы были через Иисуса Христа, Который простил нас во имя Своего Сына. И мы, приходя сюда, друзья, мы, Слыша о Господе, о Боге из этой кафедры, Я думаю, что каждый из нас может согласиться, Что мы не просто слышим о Боге там далеко, Но мы слышим о нашем Господе. И каждый из нас, мы живем этим, и мы можем слышать, И мы, когда кто-то говорит что-то о Господе, Мы можем сказать, Аллилуйя, это мой Господь, Это Бог, Которому я служу, Мне интересно за Него. И Господь сегодня, друзья, Он, я думаю, я уверен, Что Он хочет открыть нам еще больше Свою славу. Моисей однажды молился, Господи, покажи мне Твою славу. То я думаю, что сегодня Господь хочет особенно открыть нам эту славу, Хотя Он это старается делать, мне кажется, в каждый день. И сегодня по-особенному, уже в конце недели, Господь хочет нам что-то особенное сказать. Братья и сестры, я хочу открыть место с Писания, Которое записано в 118-м Псалме, 105-й стих, такое знаменитое место, И моя тема будет, я сегодня буду говорить о Слове Божьем. Она, эта тема меня тревожит. Мне нравится размышлять на эту тему. Почему? Потому что, когда я только покаялся, Мне купили, подарили такую маленькую Библию. И я это Слово читал, и когда я читал это Слово, Бог давал мне радость в сердце, Когда я читал и вникал в это Слово. Что-то особенное происходило, Что я просто был прилипнут к этой маленькой Библии. Я хотел его больше и больше поглощать и вникать в него. И Бог как-то давал мне вот это понимание радости. И уже прошло определенное время. И сегодня я возвращаюсь к этой Библии, И опять приходит вот это чувство радости. Господь открывает Слово. Слава нашему Богу! Друзья, я думаю, что это не только лично Бог кому-то дает, а кому-то не дает. Я думаю, что каждый человек имеет доступ, Каждый из нас имеет доступ до этой благодати. Чтобы Господь давал радость, давал утешение, Давал наставление, обличение, когда надо, через свое Слово. То первое место Писания, которое я хочу открыть, Записано в Псалтире, 118-й Псалом, 105-й стих. Написано, Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Очень знаменитое место Писания, которое мы все очень прекрасно знаем. Я хочу, друзья, напомнить или взглянуть в это слово, которое написано, Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. О чем говорит тут псалмопевец Давид, Когда писал это место Писания, Он предполагал, что жизнь, в которой мы живем, она темная, Она неясная, мы не знаем, куда идти и что нам надо делать. И он обращается и говорит, Что Слово Твое, Божие, в этом твердом темном мире, В этом непонятном хаосе, Или Твое Слово, оно есть светильник мой. Твое Слово, оно руководит мною. Оно открывает мне путь, который мне нужно избрать. Именно Твое Слово. И я думаю, что если это мог сказать Давид, То мы можем каждый взять для себя что-то полезное. Знаете, в современном мире или в Америке, скажем, У меня были возможности выезжать по работе в разные командировки. И в отеле, как неинтересно, В каждом отеле возле кровати есть маленькая такая ланчерн, Где тумбочка есть, как бы по-нашему. И открываешь, и в каждом отеле Библия. Христианские корни в этой стране. В каждом отеле Библия. Не знаю, почему они туда ее поставили. Наверное, думают, что кто-то все-таки за время этого пребывания в отеле возьмет и прочитает. И это хорошее, это полезно. Но, вы знаете, часто мы думаем, что только из-за того, что я это слово имею в руках, То оно уже как-то будет мне хорошо от этого. Или мне будет уже от этого лучше. Дорогие друзья, я хочу сказать, что слово Божье, оно предназначено Богом для того, чтобы мы его читали. Для того, чтобы мы его понимали. И для того, чтобы мы его прожили в нашей жизни. Чтобы мы его употребляли в каждодневной нашей жизни. Не просто так прочитали. Раз вместе, знаете, я бывает, говорю в колледже или молодежи, спрашиваю кого-то, Ну, сколько ты Библию прочитал? Ну, я сегодня полглавы прочитал. Ну, как будто это, ну, что-то трудно сделать, что-то неудобное. Но, друзья, я верю, что в чтение Слова Божьего, в откровение Слова Божьего существует радость. Существует просто наслаждение. Как Давид однажды говорил, что слово Твое, оно сладче. Оно сладче меда и капель сода. Слово Твое, оно утешает, оно наставляет. Именно это есть в Слове Божьем. И я сегодня хочу, как бы, напомнить нам именно то, что говорит нам Слово Божье само о себе. То первое, о чем я хочу, как бы, сосредоточиться, это именно то, что Слово Божье, это есть главный инструмент, через который, я имею в виду написанное Слово Божье, есть главный инструмент, через который Бог говорит нам о Своей воле. Библия говорит в 1 Коринфянам 2 глава 11 стих, что ибо никто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Апостол Павел сосредотачивается и говорит, что мы не можем знать сами по себе, что находится в Боге. Мы не можем знать, что находится человек своей ерудицией, своими способностями, своим опытом. Он не может знать Бога, если сам Бог не откроется этому человеку, не откроется человечеству в целом. И потом он говорит, что Дух Божий, который пребывает, который знает мысль Бога, мы приняли этот Дух. И потом апостол Петр добавляет о том, во 2 Петра 1 глава 21 стих, что никакого пророчества не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть Дух Святой, который знает, что происходит в сердце у Бога. Он хочет нам передать то, что находится в сердце Бога. Как он это делает? Он, то, что находится в сердце Божьем, он вдохнул его в пророков, в рабов, рабов Божьих. И потом эти пророки, эти люди, которые, будучи движимы этим Духом, они написали и оставили нам это слово. Слава Богу, друзья, что мы можем знать о Господе, и это не сокрыто от нас, тайны Божьи. Они расписаны нам в Писании. Библия также говорит нам, что Исаия 55 глава 8-9 стих, Бог говорит о себе, что мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. То есть человек сам по себе, он не знает то, что делается там, наверху у Господа. Он по себе не знает, кто Господь. Если Бог не открывает ему свои мысли через Слово Божие, если Бог не открывает через Слово Божие ему о себе, значит, человек не может знать Бога. Сегодня в современном мире есть разные движения, которые говорят о том, что Бог есть тот, кто ты думаешь, Он есть. Бог есть тот, кто ты думаешь. И задают вопрос, как ты представляешь себе Бога? Но это неправильно, потому что если есть Бог, то Он есть, кто Он есть. Он есть, кто Он есть. И поэтому мы должны познавать Его, как Он нам открылся себе, а не нам говорить, кем Он должен быть. Поэтому Бог в своей милости, Он желая сказать нам о себе, желая передать людям свои тайны, желая передать людям свое сердце, Он оставил нам это Слово, друзья. И слава Богу за это, друзья. Слава нашему Богу, что в наше время каждый человек имеет Библию, хотя бы в этой стране, в этой церкви. Раньше братья говорили, что чтобы купить Библию, надо было продать корову. Но из нас никто не продавал корову, чтобы в Америке иметь Библию. И мы имеем эту благодать от Господа. Имеем эту милость от Бога, чтобы просто вникать, познавать Бога через это. Знаете, Библия еще говорит в 137-м Псаме, второй стих, говорит, что ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. То есть у Бога есть имена разные. Он, открывая себя, Моисею, он называл себя, что скажи ему, что я есмь, кто я есмь. Другие имена. Он открывался как Бог милостивый, как Бог прощающий. И у Бога есть имена, которыми он как бы открывал себя людям. Одно из имен Бога, это есть Слово. И Библия говорит, что Он превознес Слово Своего превыше всякого имени. Превыше всякого. Почему? Потому что Богу очень приятно общаться, communicate, передавать себя своему творению. Он заинтересован. Это его номер один цель, чтобы передать свое сердце людям. Передать свое сердце людям. И свое сердце, друзья, Он излил его на это Слово. Он в эту книгу. Он открыл нам свое сердце, свое понимание, свои мечты. Свои планы. Все то, что Бог хотел нам сказать, Он его оставил на страницах Священного Писания. И знаете, в нашем времени популярно, чтобы нам искать Слово Божие. Мы, может быть, идем к пророкам или другим. И я ни в коем случае не пренебрегаю тем, что мы должны искать это. Это есть служение для церкви. Нам это надо. Но вы знаете, что Богу никогда не будет противоречить своему написанному Слову. Никакой пророк не будет от Бога, который будет противоречить написанному Слову Божьему. Библия или написанное Слово Божие, это есть эталон. Это есть стандарт. По нему мы судим, если слово, которое приходит от пророка, оно верно или неправильно. По нему мы судим, если то, что происходит в нашей жизни, в нашем опыте, оно правильно или неправильно. Ни в коем случае мы, ни в коем случае наш разум, но написанное Слово Божие есть стандарт. Есть стандарт. И Бог в своей милости дал нам свое написанное Слово. Второе, что я хочу заметить, братья и сестры, что Слово Божие, оно полезно. Оно полезно нам. Вы знаете, в наши дни я даже вот думал, каждое утро, когда я встаю на работу, мне мама ставит возле моей чашки чая, ставит три таблетки. Два витамина С и какую-то еще другую какую-то таблетку. И я так не хочу их брать. Мама говорит, не, бери, они тебе полезны. Они полезны. Мы идем в джим, мы куда-то идем бегом, в парк идем, потому что это полезно. И мы это делаем. Но вы знаете, что самое полезное для нас, это есть написанное Слово Божие. Это лучше любого доктора, любой рекомендации. Это Слово лечит твой дух, твою душу и твое тело. Слово Божие, оно действительно полезно. Я хочу прочитать место, которое написано 2 Тимофея 3,16. Написано такое слово, что все Писание, то есть все, что написано, все Писание Бога духновенно и полезно. Полезно, для чего? Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Знаете, я заметил так, что часто люди не читают Слово, потому что они говорят, я его не понимаю. Я его не понимаю. Но вы знаете, тут мы видим ступень понимания Слова Божия. Он говорит, все начинается с научения, ты его учишь, ты его учишь. Проходит период, проходит время, это Слово, которое ты учишь, оно начинает тебя обличать. Оно начинает тебя обличать. Проходит время, то Слово, которое тебя обличает, оно дает тебе силу для исправления. Оно тебя исправляет, оно тебя исправляет. И потом наставляет тебя в праведности и делает тебя совершенным, способным делать Божью волю. И это делает Слово Божье. Это делает только Божье Слово. И когда мы видим человека, христианина, который был изменен и который служит Господу, он это делает, потому что Слово Божье коснулось его. Если человека не касается Слова Божье, то он может быть просто, знаете, по обряду, по обычаю, так как научили, и он приходит, и может прилично одетый. Но если Слово не коснулось, то сердце пустое. Сердце пустое. Но Павел говорит Тимофею, Слово Божье, оно полезно. Слово Божье полезно. Знаете, в нашей жизни я хочу как бы поразмышлять и себя ставлю в ту же самую категорию. Какое место имеет Слово Божье в нашей жизни? Какое место имеет именно вот это написанное Слово в нашей жизни? Братья говорили, что за 76 часов или 72 часа можно прочитать всю Библию. Была церковь такая в Шотландии, они за 66 часов прочитали всю Библию, побили все рекорды. Есть такое. И что такое 66 часов? Если подумать об этом, то если мы 15 минут в день будем читать Слово Божье, 15 минут в день будем читать Слово Божье, за год мы прочитаем всю Библию. А если за 30 минут в день, то мы за год два раза прочитаем эту Библию. И я хочу задать каждому из вас вопрос, достоин Бог 15 минут в день? Достоин ли Бог 15 минут, моих 15 минут? Молодежь, вы на Фейсбуке больше времени проводите, чем с Библией открытой. Друзья, я просто увещеваю и прошу, возьмите и возьмите 15-20 минут в день просто уединитесь и начинайте читать это Слово Божье. Вы знаете, у нас есть много проблем в нашей душе. У нас есть переживания, у нас есть страхи, у нас есть разные непонимания того, что происходит в этом обществе. И вы знаете, какое есть лекарство от этого? Читай Слово Божье в каждый день. Дух Святой через это Слово Божье будет тебя лечить, будет давать мир в твоем сердце, будет наставлять тебя, что ты не переживай, что ты надейся на Бога, Бог будет тебя увещевать через это Слово. Но если ты приходишь домой и все, что ты делаешь, открываешь телевизор, смотришь новости, а там только за кризис говорят, отвечаешь газету, а там тоже за проблемы говорят, откуда мы хотим, чтобы в нашей жизни мы имели мир? Откуда мы хотим в нашей жизни, чтобы мы были сильными христианами? И поэтому Библия говорит, что Слово Божье полезно. Слово Божье полезно, в твою жизнь придет мир, ты начнешь смотреть на мир другими глазами, потому что у тебя будет опора, у тебя будет опора, и ты будешь стоять на этой опоре. Знаете, Дух Святой, Он любит говорить, Он любит нам говорить, но вы знаете, что Он будет нам говорить только через написанные Слова Божьи? Через написанные Слова Божьи. И знаете, я образно так говорю, мы для Духа Святого делаем vocabulary. Как больше мы читаем Слово Божье, то у Него больше слов, которых Он может употребить для того, чтобы проговорить к нам. И если мы Слово Божье хорошо знаем и много его читаем, Дух Святой может нам сказать больше. И Он говорит, если ты в переживании, Он тебя направляет в Псалом 22, Он говорит тебе, Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если ты в каком-то страхе, Бог направляет тебя в другое место, говорит, не переживай. И направляет тебя к этому стиху, и Он тебя укрепляет в этом. И это делает Бог через свое Слово, слава нашему Богу, друзья. Это делает Бог, и это не надо быть супердуховным, это не надо быть пастором или пресс-свитером, это не надо быть в служении, это просто надо быть Детем Божьим, читать Слово Божье. И Бог будет говорить тебе через это Слово. Это реально, это каждый из нас, кто читает Слово Божье, испытывает. Это так и есть, это так и есть. И я хочу еще раз напомнить и задать вопрос, достоин ли Бог 15 минут нашего времени в день? Если достоин, то значит, если нам будет 40 лет, то мы Библию уже 20 раз минимум должны прочитать. Разве, да? Так оно получается. Подумаем, друзья, об этом. Я хочу еще какие-то моменты открыть нам из того, как Слово Божье полезно нам. Римлянам 15 глава 8 стих. Написано такое слово, а все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Из Писаний, из Писаний. Не искать что другого, но из Писаний. Оно оставлено нам, чтобы мы сохраняли надежду. Сохраняли надежду. И когда надежда теряется, и когда ты смотришь трудностям в лицо, то Слово Божье, оно способно тебя подкрепить. Слово Божье, оно способно тебя сделать сильным и твердым. Слово Божье, Дух Божий, Он просто приходит, и Он тебе оживотворяет это Слово. Он тебе его объясняет. Но нам надо сделать время. Нам надо сделать время для Духа Святого. Дальше, Якова 1 глава 23 стих написано, «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». То есть, Слово Божье, Яков назвал его зеркалом. Знаете, людям можно часто, мы же никто, наверное, каждый ошибается, что-то делает, но вы знаете, нет другого учителя, нет лучшего учителя или зеркала, как это Слово. Ты его читаешь, оно тебе говорит, Сергей, ты там поступил неправильно, и тут неправильно, и там неправильно ты сделал. Оно есть зеркало, зеркало. И нам надо, знаете, есть такие вот, ну, братья есть, которые не часто в зеркало смотрят, но надо. То тут, знаете, Слово, оно нам всем надо, чтобы смотреть в него в зеркало. Ты посмотрел в зеркало, и сразу ты увидел. Если мы в простое зеркало смотрим, мы видим, что-то тут у меня не так, что-то у меня не так, что-то я запачкался тут, у меня что-то тут торчит, у меня что-то неправильно так, это есть обычное зеркало. А Слово Божье тоже нам так говорит. Оно нам тоже наставляет, оно нам тоже говорит, ты тут неправ, ты тут не так, ты тут не так поступил, у тебя там что-то неправильно сделано. Это Слово Божье делает, друзья. Мы можем много говорить, мы можем много, знаете, по-человечески советовать, но если Слово Божие не скажет, если мы не увидим себя в Слове Божьем, то мы не сможем, мы до конца не увидим себя, кто мы есть на самом деле. То Слово Божие это есть зеркало. Римлянам 10 глава 17 стих написано такие слова, вера от слышания. От слышания от чего? От газет, от телевизора, от современной культуры? Нет, написано о слышании от Слова Божья. Если мы хотим быть сильными в вере, если мы хотим иметь веру, как написано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Нему веровал, что Господь есть, и ищущим Его, Он воздает. Если мы хотим угождать Богу, нам нужна вера. Если мы хотим веру, нам нужно Слово. Простая логика. Если мы хотим веру, нам нужно Слово. Господь берет это Слово, и Он просто берет твою веру и начинает тянуть твою веру, и расширять твою веру. И если раньше ты боялся о чем-то, если раньше ты не знал, куда, что сделать и как поступить, если мы читаем Слово Божье, наша вера растет, и ты уже твердо стоишь, ты уже знаешь, ты уже знаешь, и не просто своим разумом, но Словом Божьим у тебя есть основания, и это делает Слово Божье. Библия также говорит в Колоссянам 3,16, Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. То есть, когда Слово Божье вселяется в нас, то оно за собой тянет и мудрость, оно за собой тянет и дары разные. Мы начинаем быть людьми здравомыслящими, здравомыслящими. Понимаете, каждый, Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. И наш разум, он склонен к греху. Наш разум склонен к гордости. Наш разум склонен к непослушанию по ветхой адамовской природе. Но когда мы вникаем в Слово Божье, Бог выправляет этот разум и делает его здравым, здравомыслящими мы становимся, друзья, когда мы вникаем в Божье Слово. Божье Слово. Это делает Господь через свое Слово. И знаете, однажды брат один на Винницкой конференции, молодежной, он тоже проповедовал о Слове Божьем и говорит, ну что делать, если мне не хочется читать Слово Божье? Ну если мне не нравится читать Слово Божье? Если я не люблю читать Слово Божье? Он так подождал и говорит, в пекло. Что делать? Если мы хотим дойти, друзья, до Царства Божьего, если мы хотим дойти до небесного, до небес, там до престола, где святые будут славить Господа, то мы должны полюбить это Слово. Мы должны полюбить и не только полюбить, но исполнить. Исполнить это Слово. Господь нам его оставил не просто так. Он хочет, чтобы мы им воспользовались, друзья. Дальше, что я хочу последнее сказать, что часто мы слышим за слова пробуждения. Молодежь говорит об этом. Мы как молодые, мы жаждем пробуждения, ревность такая у молодых есть. Мы хотим пробуждения, чтобы что-то происходило вокруг нас. Но вы знаете, что пробуждение придет только через то, когда народ Божий обратится к Слову Божьему. Я хочу открыть место Писания. Это будет 4 Царств, 22 глава. 4 Царств, 22 глава. Это будет 8 стих. Нам очень такая знаменитая история, яркая такая история. 4 Царств, 22 глава, 8 стих. Написано такое слово. И сказал это во время правления царя Иосии. И тогда, когда он... Видите, с первой стиха я вам прочитаю бэкграунд. Восьми лет был Иосия, когда воцарился и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Еидида, дочь Адаи из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18 год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешуломова, Писца в дом Господнем, сказав. У него было задание. Восьмой стих написано. И сказал Хелке о первосвящении к Шафану, Писцу. Книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелке книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, Писец, к царю, и принес царю ответ. И сказал, взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господне. И донес Шафан, Писец, царя, говоря, книгу дал мне Хелке священник. И читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И этим поступком, когда царь Иосия услышал, что написано в Слове Божьем, он разодрал одежды свои. Почему? Потому что Слово Божие коснулось его. Он увидел, насколько он был неправ. Он увидел, насколько были неправы отцы его. Он увидел, насколько народ израильский, и в частности Иерусалим, где он был царем, отошли от Господа. Он разодрал свои одежды. И этим началась определенная реформация. Мы за Иосию знаем, что он был реформатор в израильском народе, в Иерусалиме. Он народ к Богу приводил. Он имел желание обратиться назад к Господу. Но я хочу заметить несколько моментов. Первое, что священники в Доме Божьем нашли Слово. Не кажется ли это странно? Священники в Доме Божьем нашли Слово. Те, которые должны были иметь это Слово, те, которые должны были преподавать и учить это Слово народа, они потеряли Слово. Что они учили народ? Они учили, как Христос сказал, заповедь на заповедь. То на то свои человеческие понятия может быть. Но закон Божий потеряли. Слово Божие было потеряно. Они его не знали. Они не знали, где оно находится. Оно случайно там завалялось. Они потеряли Слово Божие. Второе, на что хочу я заметить, то, что в Законе Божьем было написано в 17 главе Второзакония, что царь, когда он становился на престоле, он должен был своей рукой переписать книгу Второзакония и читать ее каждый день. А если священники забыли эту книгу, то откуда царь мог бы знать эту книгу? Ну а самое интересное, что в храме служение проходило, жертвы приносились, служение все проходило, вроде бы как будто все нормально. Конечно, после его отца, монасты и так далее, это было как-то ограничено. Но тем не менее, что-то в Доме Божьем происходило. И самое интересное, все это происходило, а вот центра всего, сути всей, ее не было. Слово Божие там не было. И знаете, в нашей жизни может быть то же самое. Тогда, когда у нас внаружи есть служение, внаружи мы что-то делаем, внаружи мы жертвуем, мы ходим в церковь, мы поем, мы даже участвуем где-то, мы что-то делаем для Господа, стараемся, но Слово Божие в нашем сердце может не быть. Мы это можем делать просто по инерции, просто потому, что надо делать. А Слово Божие может то и не быть. Друзья, и поэтому сегодня я напоминаю для вас и для меня, что если этого Слова не будет, то пробуждения не будет. Когда мы обратимся к Слову Божьему, когда мы обратимся к написанному Слову Божьему, и возвеличим его, и поставим его на правильное место, где оно должно быть в нашей личной жизни, тогда придет пробуждение от Господа. Тогда придут ответы на молитвы наши. Тогда будет много бед, уйдет с нашей жизни лично, тогда, когда Слово Божие будет на своем месте. И на своем месте я не имею в виду самую высокую полку библиотеки, а нам в нашей жизни, для того, чтобы мы читали его и вникали в него. И не только вникали, но и исполняли его так же, друзья. Это есть Слово Божие. Я хочу такую маленькую статистику дать, что в Америке больше половины американцев, они говорят, что они Библию читают раз, ну, меньше, чем раз в месяц. Примерно 24% говорят, что они Библию совсем не читают, а 6% говорят, что не забыли тогда, когда они последний раз читали Библию. Такое есть, такая статистика. Ну, это, которую я нашел. Мне интересно, вот нам сделать сегодня статистику. Посмотрите, где мы находимся. Потому что, друзья, Слово Божие, оно важно. Оно очень-очень важно. Есть такой пример, который я хочу напомнить нам из такой нашей, из христианской истории. И на этом мы будем заканчивать и будем молиться. В истории христианства в Европе в 14, 15, 16 веке произошла реформация. То есть, от католицизма отделились определенные части церквей, которые называются впоследствии протестанты, из которых и мы тоже имеем наши корни там. Но происходила бурная, как бы, реформаторская деятельность по всей Европе. И, знаете, самое интересное, что на протяжении этого 14, 15, 16 века, даже почти до конца 17 века, церковь, в общем, церковь в Европе не знала о том, что нужно посылать миссионеров или что надо им заниматься миссионерской деятельностью. И это документированный факт, который мы читаем из истории. Были какие-то маленькие отпрыски, но в общем, церковь практически не занималась миссионерской деятельностью. И пока в 1780 году не нашелся такой молодой человек, его звали Уильям Керри, это англичанин. Этот англичанин ему было 20 лет, тогда, когда он задался этим вопросом, и он своего учителя говорит, он прочитал Слово Божие, и Слово прочитал, и говорит своему учителю, и говорит, ну, стоит ли нам заниматься евангелизацией, как будто, ну, это вопрос. Для нас это сегодня понятно, мы это знаем. Но он спросил своего учителя, стоит ли этим заниматься или не стоит. А он так интересно ответил, говорит, молодой человек, садись. Если Бог захочет обратить неверующих, он это сделает без тебя и без меня. Он так ответил. Но этот молодой человек, он прочитав Слово Божие, Слово Божие коснулось его, потому что это не человек сказал ему, он в Слове прочитал, он в Слове прочитал в великом поручении, и это для него было Слово от Бога. И Бог через этого молодого человека, когда ему было 28 лет, он поехал в Индию, он там жил очень долгое время, перевел Библию на многие языки, он был начальником, начатком вот этого евангелизационно-современного движения. И его сегодня называют отцом современного миссионерского движения. По праву называют его таким человеком. Но я хочу задать тебе вопрос, а что делала церковь до этого? Чем они занимались? Они этого не знали разве? Наверное, не прочитали в Библии или как-то, не знаю. Но, друзья, я сегодня уже обращаюсь к себе в наше время, я думаю, Господи, что есть еще из Писания, что мы читаем, а мы еще не делаем? Что есть еще из Писания того, что как этому молодому человеку ты, он прочитал в Слове, и он начал его делать? Что же еще есть из Писания, что оно ты нам сказал, а мы или ленивые, или не знаем, чтобы его надо еще исполнить? И поэтому, друзья, я молюсь об этом и понимаю, что в сегодняшнее время у нас столько много Писания, записанного, у каждого в доме есть по 3-4 Библии, и я думаю, что это Бог дал нам для определенной цели, чтобы мы возвращались к истокам, чтобы мы возвращались к Слову Божьему, чтобы потом совершить свое великое дело через свой народ, друзья. Это есть Божий план, который, как я понимаю, что не зря нам Бог дал в изобилии, в избытке свое Слово, но Он хочет, чтобы мы возвращались к этому истоку, и потом исполняли Его волю. Сейчас мы будем молиться. Друзья, давайте мы зададим себе вопрос, это очень практический месседж, который я сегодня дал. Зададите себе вопрос, какое место занимает Слово Божие в моей жизни? Могу я Господу дать 15 минут моего дня, для того, чтобы вникнуть в это Слово? Если не могу дома, то в машине буду слушать. Если, ну как-то, что-то делать, Слово Божие слушать, вникать в это Слово и стараться его исполнить. Давайте придем к Господу в молитве и прославим Его. Аминь. Добрый отец, Господь, сердечная благодарность и благословляю имя Твоего. Аллилуйя! Аллилуйя! И совершенный Бог, и совершенствует Слово, и благословляю. Насколько доступный и премудрый, и Господи образнал человека, и дал мне жить, Господь. И ты дал способность слушать, и читать, и вникать в Твоё Слово. И я благодарю Тебя за Слово Твоё. Аллилуйя! Иди ты уuba область, и благословляю имя Твоё слои, и благослови имя Твоё, и благослови имя Твоё, и благослови имя Твоё! И я благодарю за Слово Твоё! Туда войти, пред Богом, чтоб предстать, Туда войти, на том, предстать, встречать. Не будь неразумным, во время и суть, и пока А ты, да ты, знай, без святейни, веры и мудрым будь теперь. Жених, вот и неразумным, раздавшим, может, в этот самый час. О, вдруг подумай, что значит я, не знаю вас. Быть может, что уж в последний раз загадь тебя глаз любви. И если еще ты на брачный мир пойти не готов, увы. Тогда ты услышишь те слова, не знал я вас никогда. Останешься вверх, ведь пред тобой закроется навсегда. Христос теперь всем зовет, спасение всем дает. О, если стремились все теперь, пока не закрыта дверь. Аллилуйя. Христос теперь всем зовет, спасение всем дает. О, если стремились все теперь, пока не закрыта дверь. Аллилуйя. 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 Мой Господь Мой Господь Мне подарил этот прекрасный мир Благода Твоя, Господи, надо мной Аминь Благода Твоя, Господи Я должна найти тебя Вновь, как прежде быть с тобою Твоё имя дорогое Я шепчу, шепчу, любя Я должна Твоё лицо Вновь увидеть ясно-ясно Помню, как оно прекрасно То лицо, то лицо Под божественным венцом И коснутся бы к руке Или краешки одежды Я ищу тебя с надеждой Знаю, ты не вдалеке Рас услышать голос Твой Крепетать и поклоняться Возвещать и возвещать так Всей Твоей Всей Твоей Всей Твоей Красотой Где пасёшь, ты подскажи Мои поиски облегчи На отпущущие свечи В свою руку положи Чтобы сила изошла Мою душу исцелила Чтобы солнце вновь светило Чтобы я Чтобы я Чтобы я Чтобы я тебя нашла Слава Слава Вы знаете, в это последнее время Мы видим, как много Которые отошли от Бога Многие, которые Может, когда-то были верующими Они служили Богу Но по какой-то причине Они отступили И сегодня, вы знаете Многие, может быть Никогда не были верующими Они родились в верующих семьях Но они никогда Не пережили встречи С Иисусом Христом Они никогда не встретились с Ним И мы будем петь такой псалом Вы знаете, слова Говорятся такие, что Где ты бродишь? Бродишь, сын несчастный Вдалеке оставив дом родной Сегодня Господь зовет Этих блудных сыновей и дочерей Чтобы они возвратились В дом отца И да благословит нас Господь Где ты бродишь Бродишь, бродишь, сын несчастный Вдалеке оставив Вдалеке оставив дом родной О, вернись Тот голос Божий Божий полосный Все зовет Зовет тебя домой О, вернись Нежно в нему О, вернись Весь тебя сниму Белые одежды Много одежды Много одену И на пир Веду О, вернись Нежно в нему О, вернись Гресь тебя сниму Белые одежды Много одену И на пир Веду Много одежды Где ты бродишь Бродишь, бродишь Традет время Силы в тщетной Тщетной Суете О, вернись Нему Твое Я племя За тебя Я умер На кресте О, вернись Нежно в нему О, вернись Гресь тебя сниму Белые одежды Много одену И на пир Веду О, вернись Нежно в нему О, вернись Гресь тебя сниму Белые одежды Много одену И на пир Веду О, вернись Веду О, вернись Продолжение следует Где ты бродишь, бродишь, сын голодный Грех с тебя сниму, белые одежды вновь одену и напыр виду О, вернись, нежно обниму, о, вернись, грех с тебя сниму Белые одежды вновь одену и напыр виду Мир вам, дорогие братья и сестры, я хотел бы передать привет с Украины, с города Одесса Меня зовут Руслан, я пастор тюремного служения, мы имеем три церкви в тюрьме, одну на свободе И церковь, в которой я служу, она практически полностью состоит из людей, которые совершили разные преступления Мы трудимся среди людей, приговоренных по жизненному заключению, среди маленьких детей Которые, знаете, их родители в школе не могут воспитывать и их отдают в специальную школу Также Бог благословил, мы работаем с женщинами, среди детей, которые родились в местах лишения свободы И маленькие дети до четырех лет находятся в тюрьме вместе со своими матерями И также Господь так благословил, все это служение росло, мы совершаем его около 15 лет Мы также работаем с людьми, которые болеют с ПИДом Есть такой в Одессе госпис, одно из самых известных в Украине учреждений, где люди уходят из жизни Это последний такой этап перед тем, как перейти в вечность Люди больные с ПИДом Но я так сидел и думал, наверное, много сюда приезжает людей, свидетельств разнообразных и так далее и тому подобное И поэтому я хочу просто очень коротко оставить Слово Божье И, ну, скажем так, оставить такое маленькое послание, месседж, знаете, с Украины от наших друзей, от нашей церкви В Писании есть такое место, Евангелие от Матфея, 8 глава, со 2 стиха написано И вот подошел прокаженный и кланясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить Иисус, простерша руку, коснулся его и сказал, хочу очистить И он тотчас очистился от проказа Итак, я так, я очень рад был, потому что, друзья, вот перед тем, как я вышел сюда, они пели, они говорили о том Что в Америке очень много людей, которые знают Иисуса Христа Здесь практически нет неверующих Но тогда возникает проблема, от чего так много проблем С людьми, которые знают об Иисусе Христе И, вы знаете, я даже думал так Может быть, не стоит вникать в проблему, почему они оказались в таком положении Я думаю, что очень важно вернуть из этого положения людей, вернуть их в церковь И есть принцип протянутой руки Этот принцип Бог показал мне когда-то в середине 90-х годов, когда мы только услышали про такую болезнь, как СПИД Вы знаете, это болезнь, которая сегодня не лечится Ее приостанавливают специальными медикаментами Есть такая ротировирусная терапия, которую человек принимает два раза в день И это то, что останавливает ход болезни Когда мы узнали об этой болезни, было очень много страхов И вот в колонии, в которой я начал служить, и первая церковь, которая создалась Это была колония усиленного режима, где находились люди, приговоренные за особо тяжкие преступления Из этих там нескольких тысяч человек определили 13, в которых нашли этот вирус Это были ребята от 18 до 35 лет И очень мудрый доктор сказал им Ребята, вам осталось 4 года Из этого вы можете строить свою жизнь И когда мы узнали об этом, мы приняли решение взять Евангелие И пойти в то место, где они находились, их отделили отдельно Потому что люди боялись их, они боялись, что они могут укусить или поцарапать Потому что все знали, что это тяжелая болезнь, и она не лечится Но мы приняли такое решение, пойти туда, для того, чтобы принести им благую весть, этим людям Вы знаете, они находились отдельно Это такая депрессивная такая была территория, где люди находились уже несколько месяцев С ними никто не общался, им давали как животным отдельно такую, знаете, специальную бадью с продуктами И точно так же забирали нечто обратно, пытаясь минимально с ними каким-то образом коммуницировать И вот Господь положил тогда на сердце, знаете, пойти к этим людям, сказать им о любви Божией И вот когда я зашел туда, открылась дверь, меня прежде пригласил начальник учреждения И сказал, я за тебя не даю никакую гарантию Потому что я не знаю, что может там произойти Мы над ними до конца власти не имеем Это люди неуправляемые, они больные, неисцелимой болезнью Ты должен это понимать Поэтому подпиши бумаги, можешь заходить, это твоя жизнь Вы знаете, это было принято такое решение нашими братьями, лично мной в моей жизни Чтобы помочь, ну скажем так, просто проявить любовь к ним Я думаю, что люди, везде люди И к сожалению большому даже те, которые оказываются в тюрьме Мы не всегда понимаем психологию этих людей, но там тоже люди И вот когда эти двери уже железно открылись И прапорщик, один из офицеров, он закрыл за мной дверь Навстречу вышел тот, кто был там назначен старшим И было такое интересное мгновение, когда он подошел и он протянул руку И вот он вспомнил, знаете, какое-то было такое мгновение Он понял, что он-то болен И рукопожатие передается, болезнь не передается Мы тогда еще не знали Он протянул руку и стал ее забирать И я точно понял, что если в этот момент я не возьмусь за его руку Я не схвачусь за нее, я знаете, схватился Я понял, если я это не сделаю, то можно было 13 Евангелий Который я взял с собой развернуться и идти обратно к себе в церковь И там проводить служение Поэтому я просто схватил его за руку Мне очень хотелось, чтобы эти люди узнали об Иисусе Христе Он пожал, знаете, его сердце так На его лице появилась улыбка Я зашел в помещение, большое помещение Темно-зеленые стены, прокуренные потолки Лица, осунувшиеся этих людей Я проповедовал там Евангелие Я говорил простые слова о любви Божьей О том, что Бог не безразличен к судьбам этих ребят О том, что Он может изменить жизнь Он может протянуть им руку И вытянуть их из того рва погибели, в котором они находятся И в конце, я так думал, знаете, в простота Я очень люблю простую служение, простые молитвы И мы решили просто помолиться Я почему-то тогда дерзнул Я сказал, ребята, вполне возможно, это последняя наша встреча Но давайте мы помолимся о том, чтобы Бог явил святую свою милость И помог вам в вашей жизни Может быть, Его милость будет в том, чтобы решить проблему с вашей болезнью Мы помолились, знаете, такой простой молитвой Болились все Молились и плакали Потому что, знаете, когда благодать Божья касается человеческих сердцев Самое жестокое сердце Иногда безнадежность, она уходит в этот момент Мы расстались, больше мы не виделись с ними Но прошло какое-то время, я шел снова на служение мимо колонии И навстречу мне бежал человек Вы знаете, этот человек бежал ко мне так, как бы я был его старый знакомый Я его видел в лицо первый раз Мне казалось, что я его не знаю Он бросился на шею и сказал Брат Руслан, я очень рад тебя видеть Потому что я один из тех, которым вы проповедовали в этом локальном участке В этом так называемый карантин В карантине Вы знаете, на повторном перерасвидетельствовании 11 из 13 были абсолютно здоровы Слава Иисусу Христу И я хочу сказать, знаете, друзья мои Сегодня много людей здесь Вообще вот в этой местности Есть люди, которые поражены Вот этой проказой греха Может быть это духовный спид Который кажется неисцелим И их вера потерпела кораблекрушение Пусть Бог благословит Протягивайте им руки Ведите их в собрание Молитесь о них И я думаю, Бог будет совершать еще много чудес Через ваше служение Да благословит вас Господь Спасибо большое, с Богом Давайте мы побывалимся за это служение Встанем, братья с вас Мне бы хотелось прочитать сегодня Одно место из Писания Это деяние святых апостолов Первая глава, восьмой сих Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне свидетелями В Иерусалиме и во всей Иудее И Самарии и даже до края земли Прошлой весной мы здесь были В этой церкви И вы нас тепло принимали И мы искренне благодарны Мы были здесь перед очередной поездкой на Чукотку Искренне благодарны всем тем, кто молился Кто поддерживал нас Вашему пастору благодарим Когда мы ехали на Чукотку Нас было семь человек группа Среди нас было двое служителей с нашей церкви Знаете, когда мы приехали в город Анады Первые две недели проходили семинары На тему десять заповедей И собрания длились по три, по четыре часа Два раза в день В обеденный перерыв люди приходили на молитву Где совершались молитвы за освобождение За крещение Духом Святым Многие братья и сестры приняли крещение Духом Святым Молодежь, дети получили освобождение Приняли крещение Духом Святым И также на вечерних собраниях Когда братья проповедовали Многие люди приходили и получали освобождение от прошлого, от своего прошлого, от того, что у них гнило этих людей. И позже, когда прошли вот эти семинары, молодежь в городе Анадыри давно уже мечтали, чтобы у них молодежный был кэмп. И в прошлом году прошел такой кэмп под названием «Человек по сердцу Бога». Конечно, этот кэмп не так проходил, как проходят молодежные кэмпы здесь. Здесь, если проходит кэмп, едет трейлер со всем инвентарем. Там он проходил в простых условиях, в тундре, на холодной этой земле. Там не было табуреток, там не было пеньков, чтобы сидеть, не было столов. Там был костер, на котором готовили пищу, было две палатки, где они могли ночевать. И три дня проходил такой кэмп. Молодежь собрались с разных церквей, пришли, и они проводили там прекрасное время. Некоторым из них даже не было возможности добраться, поэтому они 25 километров шли пешком туда и назад. И вы знаете, но они были все настолько исполнены, настолько они были наполнены вот этой благодатью, радостью, миром. Один брат позже свидетельствовал. Он пришел к Богу около года назад, пришел к Богу, и никак ему трудно очень было расстаться со грехом. Очень трудно. Он даже думал, может быть, Бог не для меня, может быть, церковь не для меня, и он хотел уйти. Но когда побыл он на этом служении, на этом кэмпе, он полностью освободился. И вы знаете, он сейчас служит Богу, сейчас ходит в церковь. Это был его последний шанс, и Господь просто дал ему этот шанс, и он получил свое освобождение. И позже я со своей сестрой, мы ехали, мы провели детскую христианскую работу в трех местах, проведили кэмпы, и Господь обильно благословил, к нам приходили дети. Даже в первый день, когда мы приехали, и нас привезли в поселок, мы спросили, когда будем начинать кэмп у местных братьев, сестер. Было два часа дня, они говорят, как, сегодня же в пять вечера уже придут дети. И когда пришли эти дети, вы знаете, переполняла радость. Эти дети они ждали, они молились. Около года они пришли все, и была комната переполнена этими детьми, пришли их родители. Вы знаете, мы вдохновляли этих детей, чтобы они молились, чтобы они молились за своих родителей, которые еще не уверовали. И приходили там мальчик и девочка были, это брат с сестрой были. С ними приходила их домашняя голубогазая собака, она тоже у нас там все время сидела возле порога. Вы знаете, мы поощряли этих детей, чтобы они молились за родителей. И они всегда просили, пожалуйста, помолитесь за нашу маму, наша мама пьет. Нам очень плохо дома, когда мама пьяная приходит домой. Папы у них не было, был приемный папа, то один, то второй. И вы знаете, когда был последний день, у нас была молитва покаяния, мы молились. И опять поставили они эту нужду, чтобы мы молились за их маму. Когда было вечернее собрание, в этот день мы молились за нужды христиан. Вы знаете, люди выходили в круг, и мы молились за них. И там стояла женщина, я не знала, кто эта женщина была. Но она не могла дождаться, она просто выбежала в круг. У нее слезы текли, и она стала каяться, она стала просить прощения у всех христиан. Говорит, я многим из вас причиняла боль. Я не стыжусь совсем рассказывать, рассказывала о своих грехах. То, что Бог, как Бог ее касался. Она говорит, я сегодня с самого утра не нахожу никакого покоя. Я вижу, как мои дети меняются. Как Бог работает в их сердцах. Они приходят к вам сюда, в вашу церковь. И даже собака наша уже стала к вам приходить. И я хочу тоже служить Богу. Она очень искренне молилась, долго молилась. Вы знаете, и Бог вот таким образом действовал. И эти дети, они были очень радостны. Они очень были довольны, что Господь ответил на их молитву. Они молились. И Господь пришел в их жизнь, в их дом. Вы знаете, позже пришел один молодой юноша. Он когда узнал, что приехали миссионеры. Он говорит, я узнал, что приехали миссионеры, которые были у нас несколько лет назад. У меня, говорит, внутри что-то стало переворачиваться. Я встал вспоминать, что я раньше посещал служение. Что я должен служить Богу. И когда пришел этот молодой человек, вы знаете, он сидел в все собрание. И позже, когда он уходил, у него слезы катились. И он говорит, я хочу покаяться. Я так больше не могу. Я хочу служить вашему Богу. И такие случаи неоднократно происходили. Вы знаете, и Господь опять побуждает наши сердца. 3 марта мы отправляемся группой. 5 человек отправляемся опять на Чукотку. Господь побудил нас сердца, я хочу именно в этот период. И мы хотели бы опять просить, чтобы нас поддержали в молитве, в этом служении. В одном из поселков очень молодежь, есть группа молодежи. Они хотели бы, чтобы у них были молодежные собрания. И мы хотим им в этом помочь. Мы хотим провести также детскую христианскую работу. И там есть также верующие, которые хотели бы, чтобы у них был хор. Может быть, не такой большой красивый хор, как у вас. Но они очень хотели бы, чтобы у них был хор. И поэтому едет с нами наша сестра, которая будет заниматься с этими людьми. Поэтому просим, чтобы вы молились. Потому что будут дороги опасные. Возможно, придется нам ехать на вездеходе. Будет холодно, пурга может застать. Молитесь о нас, когда мы будем отправляться на этот путь, на эту дорогу. А сейчас мы хотим спеть христианскую песню о Чукотке. Пусть Бог благословит. Благодарим. Может, кажется иногда, что поселки Чукотские Выделяются лишь суровой зимой. И бывает, что много дней непрестанно метет метель. И коснутся лучи солнца поздней весной. И в холодный Чукотский край весь спасение теперь дошло. И согрело сердца своим дивным теплом. И в небесной той высшине все спасенные во Христе Будут петь Иисусу новый псалом. Хоть короткое лето здесь, комары и туманы есть, Но сердца христиан пылают огнем. Пакет веры зажег Христос, Слово правды и мир принес, И идет пробуждение сердец каждым днем. И в холодный Чукотский край Без спасения теперь дошло. И согрело сердца своим дивным теплом. И в небесной той высшине все спасенные во Христе Будут петь Иисусу новый псалом. Нам деревья потуды не счесть, Камни в реках не перечесть, Там не знаю счастлива спасенных Христов. Иисус призывает всех Обратиться, оставить грех, Чтобы больше сердец горелым огнем. И в холодный Чукотский край Без спасения теперь дошло. И согрело сердца своим дивным теплом. И в небесной той высшине Все спасенные во Христе Будут петь Иисусу новый псалом. И в холодный Чукотский край Без спасения теперь дошло. И согрело сердца своим дивным теплом. И в небесной той высшине Все спасенные во Христе Будут петь Иисусу новый псалом. Будут петь Иисусу новый псалом. Слабвы и братья и сестры. Этот вечер, конечно, сотворил для нас Господь И даровал нам, чтобы мы имели Это благословенное общение. Чтобы мы побыли и в Одессе, и на Чукотке. И исследовали Слово Божие. Это даровал нам Господь, мои дорогие, Братья и сестры. Слава Богу! Какой Он чудный наш Бог. И все Он делает для того, Чтобы мы имели жизнь И имели ее с избытком. Знаете, в это последнее время В нашей церкви Почему-то, наверное, Бог, Дух Святой Возбуждает нас, наших братьев-проповедников, Говорить о пришествии нашего Господа Иисуса Христа. И о нашем ожидании Его. Кто был в прошлом воскресенье здесь на собрании, Вечером, брат наш Сергей Сергеевич Хомич, Он говорит, как прекрасную проповедь. Действительно, ой, десяти девок. И какие должны быть встречающие нашего Господа Иисуса Христа, Братья и сестры. И мы, когда приходим в это собрание, Каждый день, каждый раз, когда приходим, И все, смотрим на эти слова. И все гряду скоро. Да, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Принимаем мы их, не принимаем. Но Он сказал, что все гряду скоро. И это будет, братья мои, дорогие и сестры. Это будет скоро и очень скоро. Грядущий придет и не умедлит. Но правильный верою жив будет. А если не так, не болит этому душа моя. Братья мои и сестры, да благословит нас Бог. Готовится встреча нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы, действительно, наши сердца были открыты. И благодать Божия могла свободно действовать. То у нас закат или восход. Закат, да? Или восход. Или кто что принимает. В Чукотке он, конечно, закат. А у нас, не, в Чукотке, да, закат, а у нас восход, братья и сестры. Но я думаю, что это закат, знаете. Это действительно время приближается к концу. И вот апостол Петр в своем послании, во втором послании, третьей главой, с восьмого стиха, и ниже пишет такие слова мои, братья и сестры. «Одно то, не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, так один день. Не мерит Господь исполнение обетований, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, которые в воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда, и так возлюбленные, ожидая этого, почтимся явиться пред Ним, неоскверненными и непорочными в мире. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии нам? Братья и сестры, такой вопрос Петр поставил. Я думаю, что каждый из нас, ожидая нашего Господа Иисуса Христа и веря, что Он скоро придет, действительно, давайте взвешим себя на весах Слова Божьего, как нам брат Сергей очень хорошо сказал, действительно, что в Слове Божьем есть все ответы на наши вопросы, все, как нам жить, как нам поступать и как нам встречать нашего Господа, братья и сестры. Здесь есть все ответы. И он говорит, апостол Петр, действительно, какими нам должно быть, какими нам должно быть в этой жизни и благочестный, чтобы нам сидеть нашего Господа, и посмотреть ему в глаза, и сказать, вот Бог, на которого уповала душа моя, аллилуйя, братья и сестры, это благословение. Да благословит нас Бог. Знаете, Библия много говорит о мужах праведных, о мужах веры, но есть один такой местом, один такой муж, я уже говорил на эту тему, не понял, месяц назад, есть такой муж в Библии, о котором очень-очень мало сказано, но его очень сильная характеристика, и он ожидал, и он дождался, братья и сестры, это муж Симеон. Я читаю Иван от Луки, 2 глава и 25 стих. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. Он был мужем праведным, благочестивым, и самое главное, что он ожидал утешения, и Дух Святой был на нем, братья и сестры. Это очень хорошая характеристика для ожидающих нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, предание или история говорит, что этот муж был переписчик Святого Писания. Переписывал он Библию, переводил и переписывал. И вот он дошел до, ему палась книга пророка Исаии, и он дошел до 7 главы этого 14 стиха, где написано, вот Бог дай сам знамение вам, все девы в очереве примет и родит сына, и нарисует ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Знаете, этот человек поверил в это слово. Он поверил в это слово, и он действительно чаял этого, он ожидал этого, братья и сестры. Он написан по вдохновению, не по обыкновению, он по вдохновению Дух Святой его влек в церковь, потому что он думал, а может сегодня придет, а может сегодня он увидит Спасителя, которого пошлет Христос, утешение для Израиля, и спасение всем язычникам. Он верил. Но этот муж был праведный. Библия намного говорит о праведных мужьях, братья и сестры. Действительно, и с кем Бог имеет дело? Бог имеет дело с праведными мужьями. Праведными мужьями. Действительно, мы как читаем историю об Аврааме, когда посетил его Господь, и он жалуется, Господи, я вроде все имею, все у меня есть, но в доме моем наследником будет этот раб, Елизавет. Ты не дал мне наследство, Господи, не дал мне наследника. Он, Бог его выводит, говорит, выйди сюда, Авраам, вот небо видишь, вижу, посмотри, что там, звезды, посчитай. Не могу. Очень много. Вот такое у тебя будет наследство. И написано, что и поверил Бог, Авраам в Богу, и это уменилось ему в праведность. Поверил Авраам в Богу. Действительно, праведность наша, это полностью доверение Слову Божьему. Полностью. Написано, что был такой человек Ной, он был праведный в роде своем и ходил пред Богом. Он был праведный в роде своем и ходил он пред Богом. И Бог говорит ему, Ной, я нашел тебя праведного в этом мире, и я эту землю всю потоплю. Строй ковчег. Ну, где строят ковчег? На реке, на море, на океане, где-то, где-то. Но здесь, где ты живешь, на горе, строй ковчег. И больше никаких вопросов Богу не задавал. Бог дал ему действительно размеры, все, все, архитектуру дал, все, какой должен быть ковчег. И Ной построил. Он беспрекословно, братья и сестры, поверил Богу, что это сказал Бог. И это также ему меняется в правильность. Мы видим, что действительно спаслось, спаслось весь его дом, спасся, действительно, потому что он был правильный, и он поверил, поверил Богу, Божьему Слову. Мы читаем, что, когда мы все знаем, за что истребил Бог города, Сидом, Содом и Гоморру, все знаем, действительно, это было очень бы нечестивые города. Это была великая мерзость перед Господом, и Бог сошел, говорит, сойду, посмотрим, правда ли, что это такое вопельное честье вызовало, это, ко мне, действительно, и сошли, и посмотрели, да, очень развращенный город, очень развращенный город, но там был один муж, праведный муж, праведный муж был, это был там Авраам, он был совсем рядом, и он вспомнил, что там есть его родственники, он начинает с Богом говорить, говорит, Господь, Господин, говорит, а если в этом городе есть 50 праведников, истребишь? Нет. А если 45? Нет. 40? Нет. 30? Нет. Нет. Братья и сестры, да, действительно, за это нечестье, которое делалось в том Содоме, Бог пришел, чтобы его истребить, но Бог также его истребил, потому что там не было праведников, столько, сколько надо. Если там были бы праведные люди, эти 20 человек, Бог его оставил, братья и сестры, действительно, мы ожидаем нашего Господа, мы ожидаем нашего Господа, и братья и сестры. Этот муж Сифа, этот муж Симеон, он ожидал, и он был праведный, он был праведным пред Богом, братья и сестры. В основе праведности лежит вера. Писание говорит, что без веры в Богу угодить невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Мы обязаны говорить истину и правду всегда. Мы знаем из Нового Завета такой случай, это изъяние апостолов, пятая глава. Эти двое людей, муж и жена, какие они были, мы не знаем, но знаем, что у них была любовь к Богу, потому что они решили продать свое имение, и эти деньги, которые они продали, может, они и сказали Господу, что мы все положим, и они решили с этого всего утаить себе какую-то сумму для своих нужд. Может, это и правильно они сделали, но действительно, и они, когда приходят к Петру, и Анания ложит эти деньги, и Петр ему говорит, Анания, за столько вы не продали свое имение? Он говорит, да, за столько. И Петр ему говорит, Анания, ты не солгай это людям, ты солгал Богу, и он падает мертвым. Дорогие мои братья и сестры, всего-навсего, за эту неправду. Был у меня такой в жизни моей такой случай. Это было, наверное, по 17-му назад. Это была пятница, у нас пятница всегда собрание, молительное собрание, я тоже готовился к молитвому собранию. Все, такой, знаете, такой дух меня приподнят, я хожу, пою, готовлюсь. Раз, звонок, я беру трубку. Брит Павел, это я, сестра, называя свое имя. Я говорю, хорошо, что ты хочешь, сестра. Сейчас тебе позвонят с одной организацией, у нас большая семья, ты знаешь, мы знаем, мы знаем все. Говорит, ты скажешь, ты на эти дни занят. Ну что здесь такого, да, брат? Ну хорошо. Я положил трубку эту, разу, свой звонок, опрос, меня грязь, женщина, медведь, сэрбенцер, 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 занимали деньги на автобус, сэрбенцер, сэрбенцер, я полюбрук. Знаете, брат, его дочем собрать, он прием на воскресенье, но не в суждении. Если мы не правдим, наш Господь, мы получим осуждение. Да, я покаялся, я покаялся, все, что я встретился, не, баба, бери, она ко мне долго не обрел, но это проблема ее, это проблема ее, браками, и сэрбенцер, и сэрбенцер, будем делать правду. Говорит правду. История неправда есть. Привет. Да, я, 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 правильный человек, все должны творить правду. Творить правду. Любить правду. История правду. Правильный человек не важен мессией правильной, знаете. Правильный человек им manipulation. Его не могут совершить медсцен Yoon. Пом bluetooth он правильно. Он не сделал какую-то неправду, и тебе его досуг 3, чтобы не встать себе неправду. Неправдuellement не ouvertся. Он правильный. Он правильный. И, действительно, Сэрбенцер, любитель противória, Уже Божской, которые были правильные вовсе им. И Бог их благословил. И Бог с ними имел дело. Бог с ними имел дело, потому что, Бог имел дело данные ему и всегда не запасную репутацию что нам сказали он сказал он сделать это не чем даже и дети не можешь иметь отец был человек правильный они делают все правильно и не сам и разум всегда все отношения действительно не очень нужно и здравый разум на чужие проблемы за ужином друзья нашу форда на капоте поцарапал санимать а поскакивать что всегда здравый разум должны иметь на все случаи нашей жизни мы должны реагировать правильно самое главное никого не осуждать не насмеиваться но пусть по правилам и мы будем люди благочестили предбор благочестие имеет две части благо в добром хорошем добродетельном человеке чести подчеркивает внутреннюю сущность такого человека благочестили значит богопрязнь строго соблюдающий заповеди господний или заслуживаешь внимание со стороны бога с ним дело имеет бог он ступает внимание со стороны господа потому что он боясь он поступающих у правди и бог такого человека высаживая писание подчеркивает что очень вас когда обозреваются землю украшения поддерживать те чьи сердце по метро на господь богобоязненно человека покрыт бог и белоруси к тем послужить ему двумя словами благочестие есть истина и почитание слове божьем имеется более 60 раз по благочестии и это прошает великое приобретение быть благочестивым и довольным. Братья и сестры, это касается нас. Быть благочестивым и довольным. Мы много пробуете слышать покаяния неверующих. Все правильно, братя и сестры. Ну давай послушаем нас. Мы все ожидаем прижать на нашего Господа. Аминь, братя и сестры. Мы ожидаем. Мы даже говорим, Господь гадет, Господь грабит. И ожидаем прижать на нашего Господа. И с кем не повеседуешь, молодой или старый. Говорят, что скоро придет? Что я надо делать с таким юношам? Кто же там в месяц? Скоро придет Христос. Руми. Скоро придет Христос. Говорят, это написано, что не знает никто ни дня, ни часа. Нам Бог поможет, так метод. А что нам поможет? Это если мы будем знать. Если мы не будем жить по Писанию, не будем благочестивее, не будем правильнее перед Господом. Что нам отдаст? Если мы должны быть и день, и час. Но если мы не будем жить по Писанию, не будем творить волю Божью, не будем облядывать, нам оно ничего не даст. Это благословит нас Бог. Мы всем довольны. Здесь в Америке хлеб очень хороший. Хорошая, хорошая. И мясо хорошее. Все хорошее. Будем только благодарить Бог. И будем довольны быть, что все у нас есть в веке изобилии. Братилица. Если вы все рассказали, что вы услышали. А здесь все есть. Будем довольны. Будем благочестивее, если винах Господь. Он скоро придет, братья. Он скоро придет. Апостол Павел говорит, благочестивее на всеком месте, имея обетование о жизни и настоящее, и будущее. Соломон утверждает, что жилища благочестивее Бог благословляет. Братья. Если бы благословены, наши жилища были бы, наши доми, наши дети, их бизнеса, будем жить благочестивой жизнью. А Bonus он говорит, что благочестивее, жизни, благочестивее Если кто из вас думает, что он благочестив и не обузает своего языка, но обращает сердце, то опускает благочестие. Действительно, мы имеем виде благочестия, на силы моего апрекретии. Мы же действительно даже думаем, что мы очень благочестивые люди, но по телефону мы можем обойти ногу, и очень долго, и все подряд. А муж конечно, наверное, говорит, слушай, дорогая, ты уже очень хорошо сказать, стала воспитанной. А что, ты же, что, подружка, только 15 минут говорила по телефону. А она говорит, да ella, говорит, номер мне хоть KAV, понимаете? Да, можно понять, брат set, действительно онаеровка жизни. Если мы не обузаем свой язык, но если мы своим языком ходим, гдеuencia Purple, И с кем попало? Пустое на злая честь. Пустое на злая честь. Дохранить нас Богом, братом и сестре. Любить Бога, хаибрили, и бустоиться действительно быть с Ним в мире. А что же дальше апостол Яков пишет? Чистой и непорочной злая честь, а пред Богом и Отцом исток, чтобы презраться сирот и вдов. И хранить себя непосредненными от мира. Мы должны посещать себя злая честью, упражняться злая честью, преуспевать злая честью, потому что будет время, за люди будем любить злая честью, а силой же его отрежешься. Хорошее пение и хорошее свидетельство. Слава Богу! Потому что и мы стараемся быть хорошими, правда? Прилагаем старание быть хорошими. И да поможет нам Господь в этом, братья и сестры. Может быть, кого-то коснулось Божьего Слова, и кто желает покаяться, принять святое водное крещение и служить Господу. Пожалуйста, мы вас ждем. Идите, засвидетельствуйте о вашем решении, и мы за вас помолимся Господу. Братья и сестры, мы всегда благословляем наших гостей. Наши сестры, чукотки, чукчи, отправляются на Чукотку. Ну и наши деси тоже, брат, трудятся. Благословим их! Давайте мы совершим служение и поддержим, доколе можно, братья и сестры. Доколе можно. Давайте поддержим служение наших сестер. Сестры, благослови вас Господь. Благослови вас Господь и храни вас Господь. Трудитесь. Брат Руслан, да благословите вас Господь. И так, друзья, совершая это служение, мы сделаем объявление, что касается нас завтрашнего дня. У нас еще есть один миссионер, который только возвратился с России, брат Володя. Кажется, он был с нашей Оксаной. У него есть хороший клип. Когда мы все сделаем, подойдем к благодати. Сможем остаться еще на минуту. Сколько, Володя? Десять. Смотри, миссионерам верить трудно. Десять минут. Сделаем, братья и сестры. Пятнадцать? Хорошо. Посмотрим, братья и сестры. Давай. Давайте. А сейчас, что касается наших служений. Завтра у нас на утреннем богослужении приношение деток. И мы будем молиться за наших деток. Кто объявил? Семьи, которые объявили, что они будут приносить деток, мы вам благодарны. Кто еще не объявил, пожалуйста, скажите. Подойдите к пастырям групп или подойдите ко мне, чтобы мы знали. На три часа, это с утра у нас. Сразу после служения будет общение тринадцатой группы. Пожалуйста, благослови вас, Господь, в южном зале. На три часа наше расширенное пастырское служение. На пять часов у нас завтра повторные воспоминания. И на шесть часов у нас вечернее богослужение, которое будет вести молодежь. Да благословить Господь. Это то, что касается нас завтрашнего дня. У нас есть нужды, братья и сестры, и мы их также прочитаем. Возлюбленная церковь в Господе, пожалуйста, помолитесь за сына, чтобы Господь явил милость и освободил его от рабства греха, и помог ему совершить покаяние и служить Господу. Просят родители, и мы помолимся об этой нужде. Братья и сестры, у нас постоянно эта нужда. И мы молимся за эти души, которые находятся на широком пути. Да явит Господь милость. Прошу, помолитесь за нашу семью, чтобы Бог вложил страх Божий. Просят родителей, и об этой нужде помолимся. Дорогие, еще есть такая просьба. Прошу, помолитесь в церковь за мою маму. У нее сахарный диабет, и она почти потеряла зрение. У нее обострились также и другие заболевания. Врачи не могут ей помочь. Верю в молитву церкви. Братья и сестры, да укрепить нас в молитве, и мы помолимся, Наташа, за твою маму. Дорогая церковь, очень прошу, помолитесь за моих деток, Настю и Антона. Они сильно болеют гриппом. Высокая температура, головная боль. А больницы не берут в России. Эпидемия гриппа. В связи с чем, меня вызывают приехать и помочь. Помолитесь, пожалуйста, за мою дорогу, чтобы Бог хранил в пути туда и обратно. Наша сестра Наталья. Мы помолимся, сестра Наталья, за вас. Да благословить вас Господь. И за деток ваших, за Настю и Антона помолимся также. И еще есть такая просьба. Просим, помолитесь за нашу мамочку. У нее обнаружили опухоли. Верим в исцеляющую молитву церкви во имя Господа нашего Иисуса Христа. Ее дети, помолимся, церковь дорогая, и за эту нужду даявит Господь свою милость. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, за мою нужду. Господь знает ее, сестра в Господе. Помолимся, сестра. Дорогие братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, за моего племянника Сашу, чтобы Господь благословил ее духовно и помог ему найти работу, чтобы Господь послал ему такую работу, чтобы он имел время для Господа потрудиться. Заранее благодарю. Очень хорошая тетя. И мы помолимся за Сашу. Да явит Господь свою милость. Братья и сестры, мы помолимся также и за семью брата Конради. Да утешит их там Господь. И все, весь народ Божий в Германии. И да поможет им уже и в похоронах. Будем молиться за эту семью. Помолимся также за наших братьев и сестер. За Самоильчика помолимся. Да явит Господь милость свою над этим детем. Помолимся за нашу сестру Валю. Помолимся за брата Максима, брата Владимира, сестру Тосю. За деток больных помолимся. Помолимся за всех больных. Братья и сестры, мы помолимся за семью, которая живет на Украине в Ровну. Это четверо расслабленных деток. Четверо расслабленных деток. И мы за них помолимся. Да явит Господь свою милость. И да силы этим родителям. Если у кого еще есть нужды, привет и, пожалуйста, вы можете передать и объявить ваши нужды. Ну что, мы закончим благодатью, потом посмотрим. Давайте встанем на молитву, братья и сестры. Отец Небесный, сердечной благодарностью мы пред Тобой. Господи, Ты Бог наш. Мы блаженны в Тебе. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас, что Ты открылся нам, что Ты спас нас. Благодарность Тебе. Благодарим Тебя,